Наверное, только истинные театралы и киноманы помнят сейчас фамилию этого актера. Многие его уже забыли. А вот в 50-х-60-х годах прошлого столетия его имя гремело по всей Москве. Леонид Галлис – актер высокого класса. В театре имени Ермоловой он был самым ярким мастером сцены. Красивый, обаятельный и обладавший необычным тембром голоса и редчайшим даром перевоплощения. Леонид Галлис родился в декабре 2011 года. Место рождения – город Берденск, Запорожской области. Его отец работал в интендантской службе, а мама занималась домом. Через несколько лет после рождения сына Галлисы переехали в Севастополь. Там он и пошел в школу, которую, правда, закончить не успел. Семью постигла тяжелая утрата – смерть отца. И он устроился матросом в Азовское пароходство. Ночью 12 сентября 1927 года в Крыму произошло мощное землетрясение – 8 баллов. Были разрушены стены домов, а люди выпрыгивали с балконов и из окон. После этого страшного события мать и сын вернулись в Берденск. Леонид поступил на завод и продолжил учебу в школе. Теперь уже вечерний. Там же он стал увлеченно заниматься в художественной самодеятельности. Через пару лет Леонид вернулся в Севастополь, поступил на работу декоратором в клуб моряков. А затем переехал в Мариуполь, где был принят статистом в местный драмтеатр. Уже вскоре талантливый юноша отправился в Москву и стал учащимся в Государственной экспериментального театрального техникума, по окончании которого был зачислен в труппу театра. А с 1938 года и до конца дней служил на сцене театра имени Ермоловой, в котором сыграл много интересных и разных ролей. Леонид Галлис был не только ведущим актером, но и одним из самых талантливых, если не самым талантливым актером театра. К тому же Леонид Павлович был прекрасным режиссером, ведь он поставил несколько спектаклей, ставших событием для театральной Москвы. Он обладал потрясающим мастерством перевоплощения. Ему одинаково хорошо удавались как комические, так и драматические роли. К тому же он был большим мастером по созданию выдающихся образцов грима. На экранах кинотеатров Галлис впервые появился в картине Райзмана «Поезд идет на восток» в роли моряка Лаврентьева. Милый лирический фильм, в котором звучала хорошая песня на стихи Светлова. Зрители с восторгом приняли картину и вышедшая на широкий экран в 1948 году, она вошла в пятерку лидеров по количеству просмотров. А вот Сталину картина не понравилась. И прежде всего не понравилась главная героиня Зина в исполнении Лидии Дроновской. Он посчитал поведение героини излишне фривольным в отношении офицеров на фоне Дня Победы. Посмотрев «Поезд идет на восток», до середины Сталин со словами «И я сойду с этой станции» покинул зал. Картину сняли с проката и если Дроновская продолжала сниматься, то Галлиса почему-то перестали приглашать. И лишь с 1953 года актер вновь стал активно сниматься в кино. В «Испитании верности» он сыграл Андрея Калмыкова, а в двух капитанах – Николая Антоновича Татаринова. И все же главным делом своей жизни он всегда считал театр. Почти 40 лет Леонид Галлис посвятил служению Ермоловскому театру, где был одним из ведущих актеров и сыграл бесконечное количество очень интересных ролей. Что же касается личной жизни, то женат он был дважды. Его первой женой была секретарь НКВД. В семье родилось двое сыновей, но этот брак распался. Его вторая жена Нисковская Марьяна Александровна была музыкантом Большого театра. Умер Леонид Павлович в Москве 19 августа 1977 года в возрасте 65 лет. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, помните ли вы актера Леонида Галлиса в кино. Продолжение следует...